Михаил Ахманов. Флебустьер. Вест-Индия. Посвящается Рафаэлю Саботини, одному из любимых писателей моей юности. Автор. Часть первая. Исчезнувшие. Глава первая. Андрей Серов. Частный сыщик. Женщина была красива и выглядела еще молодой. Лицо холодное, не морщинки. Если бы не покрасневшие глаза и опухшие губы, Серов посчитал бы ее своей ровесницей. Но ей, конечно, было больше 30 и оставалось лишь гадать, насколько больше. На 5 лет? На 10? Маленькая загадка, которую он пытался разрешить, так как при первом визите не спрашивал у клиентов паспорт. Часто не спрашивал вообще. Паспорт полагалось предъявлять в случае заключения договора, но таких формальностей Серов не любил. Договор – первое звено налоговой цепи. Гораздо приятнее действовать в рамках натурального обмена. От него услуги, от клиента деньги. Учитывая специфику услуг, за два года занятий частным сыском Серова не обманывали ни разу. Платили сполна, а иногда и добавляли. «Андрей Юрьевич», – начала женщина. «Просто Андрей», – сказал Серов щелчком, смахнув сладско на невидимую пылинку. В день приема посетителей он неизменно надевал строгий темный костюм с белой рубашкой и галстуком. Клиент должен понимать, что перед ним не какой-то шаромыжник, а настоящий специалист, причем самой высокой квалификации. Это имеет прямое отношение к размеру гонорара. Не то чтобы Серов был жаден, нет, такого греха за ним не водилось, а время от времени он вообще работал бесплатно. Однако придерживался заповеди «Тот, кто может платить, должен платить». Эта дама могла, несомненно. «Сергей Егорович посоветовал обратиться к вам», – произнесла она, сжимая тонкими пальцами сумочку. «Сумочка и платье были не иначе, как от Коко Шанель. Или от Кардена». Серов кивнул. Теперь к нему редко приходили клиенты с улицы. Большей частью его передавали из рук в руки, как драгоценный раритет, и эта известность ему льстила. Тем более, что была заслуженной. Из 63-х дел он с успехом закончил 60. «Меня зовут Татьяна», – сказала женщина. «Татьяна Олеговна Добуженская. Одну минуту, я…» Она полезла в сумочку, видимо, за документами. Но Серов отрицательно покачал головой. «Не нужно, Татьяна Олеговна, потом, если понадобится. А сейчас расскажите мне о ваших проблемах». «Муж…» – выдавила она, достала платочек и приложила к глазам. «Муж пропал, исчез». «Пропал, исчез». За последние два года Серов слышал эти слова в 64-й раз. В своей ипостаси частного сыщика он не расследовал убийства, не занимался поиском машин или похищенных бриллиантов, не лез в экономические преступления или иные разборки межсильными мира сего. Его специальностью являлись пропавшие люди, старые и молодые, иногда ребятишки и даже младенцы, украденные из колясок у зазевавшихся мамаш. Удивительно, сколько людей исчезает в Москве, да и в других российских городах и весях. Еще удивительнее, что те, кому положено, не могут найти и пятые части исчезнувших. С другой стороны, размышлял Серов, посматривая на сидевшую перед ним женщину, если бы находили, не было бы нужды в его услугах. «Продолжайте», — сказал он, включая спрятанный в тумбе стола магнитофон. Маленький кабинет Серова был таким же строгим, как его костюм. Ничего лишнего, никаких диванов, шкафов, картотек и выставленных на показ сейфов. Обстановка спартанская, письменный стол, абсолютно пустой, если не считать телефона, столик с компьютером и факсом, цветной ксерокс в углу и два удобных стула. На одном сидел он сам, другой предназначался для посетителей. Если их было двое или больше, Серов приносил стулья из гостиной. Татьяна Олеговна всхлипнула. «Понимаете, такая нелепая история. Встали утром в восемь, как всегда, и Костя пошел бриться в ванную. Я прибрала постель, затем отправилась на кухню. У нас большая квартира на Мясницкой, на чистых прудах, но я его слышала. Он оставил дверь в ванную открытой и...» «Слышали что?» — спросил Серов. «Пожалуйста, конкретнее». «Жужжалая электробритва. Еще он напивал, шаркал ногами. Ну, конечно, звуки воды из крана». Она наморщила лоб, вспоминая. «Стук. Да, слабый стук, наверное. Костя отложил бритву, но снова поднял. Это все». «Молодец», — одобрил про себя Серов. «Не всякая женщина так наблюдательна. Пожалуй, ей между тридцатью пятью и сорока. Детей нет, ибо дети в ритуале утреннего вставания не упоминались. Значит, посвятила жизнь мужу. А муж, если судить по ее наряду и сумочке, весьма преуспел. Горюет искренне, но старается держать себя в руках. Это хорошо. С истеричками работать тяжелее». «Потом звуки прекратились. То есть не совсем текла вода, но больше ничего. Я заглянула в ванную». Добужинская прижала ладони к щекам. «Заглянула, а там пусто. Представляете, пусто. Позвала, обошла квартиру. Кости нет. Жизнью своей, клянусь, он не выходил из ванной. Он очень пунктуальный человек. Бритье, душ, завтрак в восемь сорок пять. Свежая сорочка и костюм. Это моя забота все вовремя приготовить. Ровно в девять подъезжала его машина, и он спускался вниз». «Кроме вас двоих. В квартире никого не было?» — поинтересовался Серов. Женщина, по-прежнему прижимая ладони к лицу, покачала головой. «Нет, горничная. У нас есть домработница, но она приходит к десяти». Добужинская всплеснула руками. «Ужас какой-то, мистика. Пошел человек в ванную и исчез, словно в трубу провалился». «Давно?» Она снова всхлипнула. «Двадцатого августа. Две недели назад». «В милицию заявляли?» «Конечно, в милицию и в службу безопасности нашей фирмы в тот же день». «И что?» «В милиции смеются. Я награду обещала, большую награду, а они все равно смеются. Слышала, что за спиной говорят. От этой...» Она другой бабе сбежал прямо в пижаме. «Говорят, как нагуляется, придет. Такая нелепость. Мы 18 лет женаты, и Костя никогда не давал повода, никогда. Весь в работе, в делах». «Успокойтесь. Дать вам воды? Или немного коньяка?» «Нет, нет, что вы, я в порядке». Она судорожно сжала сумочку. Этот красноречивый жест Серову тоже был знаком. Кто к нему только не приходил, кто не являлся. Безутешные родители в поисках исчезнувшего чада, бизнесмены, желавшие знать, куда подевался их компаньон, сестры, братья и друзья потерянных, матери пропавших без вести солдат, наследники, чье право на имущество висело в воздухе без трупа наследодателя. Молодых, а иногда и пожилых, но легковерных, Серов обычно разыскивал у сектантов того или иного толка. Младенцев и ребятишек помладше у цыган или у новых приемных родителей в Германии, во Франции, а пару раз за океаном в Штатах и Аргентине. Бизнесменов, если те были еще живы, находил прикованными к батареям или запертыми в подвалах пригородных дач. Красивых девушек вытаскивал из европейских, иракских или турецких борделей. Нередко его работа была опасной, и тогда выручали цирковые навыки и квалификация, полученная в Чечне. Впрочем, махать кулаками и стрелять Серов не любил. Он находился в том возрасте, когда человек понимает, что безбашенная юность позади, а зрелость требует иных решений, зависящих не от крепости мышцы, точности глаза, а от разума. «В милиции, значит, смеются», — медленно произнес Серов и одернул рукава пиджака. «А что на работе, в службе собственной безопасности?» «Они растеряны. Ищут, конечно, но...» Пальцы Татьяны Олеговны снова принялись терзать сумочку. «Понимаете, Андрей, если бы Костя пропал на улице, из машины, из своего кабинета, из ресторана, наконец, с дачи, с какого-нибудь приема, но из ванной...» «Из ванной, где только продух в вентиляционную шахту, кошка разве что пролезет. Но Кости нет, и я сейчас хозяйка». Ее лицо вдруг приняло суровое выражение. «Я приказала, и они ищут». «Но не очень вам верят», — промолвил Серов. «Так?» «Так». Женщина выдавила кривую усмешку. Серов побарабанил покрышки стола. Слух у него был отменный, и он мог выбить бравый походный марш или джазовую мелодию, но сейчас движения пальцев были медленными и как бы задумчивыми. «Да, необычная ситуация. Фантастическая, скажем прямо. Правда, такие уже попадались. Так что либо он этого костью найдет, либо пополнит свою коллекцию». Разыскные дела с точки зрения Серова делились на две категории. Одни — тривиальные, другие — странные. Продолжение следует... Продолжение следует... « been in the most likely way». Продолжение следует...